Более 10 тысяч молодых югорчан уже обратились за единовременной выплатой через портал Госуслуг. Денежную поддержку в размере 5000 рублей получат те, кто родился на территории региона после 1993 года. Таких больше полумиллиона. Югорчане, которые временно выехали за пределы округа, но сохранили регистрацию по месту жительства, также имеют право на получение выплаты. Отмечу, что тем, кто состоит на учете в органах соцзащиты, выплату будут перечислять автоматически. Остальные для получения данной меры поддержки должны подать заявление через портал Госуслуг. Заявление будут принимать до конца 2018 года. Большая просьба. У граждан, да, у некоторых что-то не получается, поэтому воспользоваться нашей инструкцией достаточно пошагово. Мы практически в скриншотах ее сделали на наших сайтах, сайтах департамента и сайтах центра социальных выплат. Также данные инструкции расположены в многофункциональных центрах, в центрах общественного доступа, для того, чтобы если какие-то технические моменты, может быть, просто техники дома нет или еще что-то, гражданин мог реализовать свое право. В предоставлении единовременной выплаты ЮГРА в числе первопроходцев. Ее получат только жители округа. А вот изменения в пенсионном законодательстве коснутся всех. Уже с 1 января этого года, а не с февраля, как обычно, страховая пенсия по старости увеличится на 3,7%. То есть ее средний размер вырос до 20 175 рублей. Кроме того, с этого года в стране вводится новый вид пенсии – социальная. Это денежная поддержка детей, у которых неизвестны оба родителя. В ЮГРе таких 70 человек.